Ежесекундно собран, мотивирован, заряжен, а когда надо может пошутить, и все же он не очень любит говорить. Предпочитает все доказывать делами, передвигаясь семимильными шагами, держа в уме победу, что не за горами. Заслуженный, уверенный в себе наш капитан, бессменный лидер и герой, Власов Роман. Роман, пару слов для МРСРУС-ТВ. Торжественный момент, очень приятно находиться в этом качестве. Успехов всем желаю. Очень ответственный период сейчас. Здесь мне, я думаю, все выведутся на их форму и докажут быстрые силы. Правильно сказали, что все нас боятся и мы оправдаем доверие. Ты традиционно был, с одной стороны, лаконичен, с другой стороны, в чем-то красноречив. Но я надеюсь и верю, что твое красноречие, основное, будет распространяться в основном на ковер. Дай бог, дай бог, все правильно. Все слова там должны быть сказаны. Здесь всегда скажем. Самое главное там же. Может ли сказаться на выступление Абдул-Рашида вот этот вынужденный, простой? Или же считаешь, что ему это не доставит, неудобство? Я думаю, для Абдул-Рашида это как обычный турнир. У него манера такая, что уже многие еще до встречи ломаются с ним. Поэтому он выходит, как на тренировки. Я помню, в прошлом чемпионате Европы в Бухаресте, по-моему, он меньше 3-4 минут боролся и пару баллов всего отдал. Я думаю, что для него это просто старт. Он не сковывает себя лишним грузом ответственности, лишними мыслями, планомерно готовится к Олимпийским играм. Я также являюсь болельщиком его и также слежу и болею. Мы дружим, общаемся, созваниваемся. Я знаю, что Абдул-Рашид сейчас один из таких весомых лидеров не только в своей дисциплине в вольной боли, но и вообще в спорте. Вот пример, как надо тренироваться, как надо готовиться, как надо в жизни себя вести. Поэтому искренне желаю от всего сердца удачи Абдул-Рашиду и всей команде. Рома, а как считаешь, когда человек раз за разом из года в год выигрывает все возможные турниры, рано или поздно же все равно может наступить шапка закидательское настроение, нет? Он сковывает, я знаю по себе, психологически. Как он сковывает? Каждый хочет у тебя выиграть, каждый хочет у тебя взять хотя бы балл. Это обязывает, это большая ответственность. Бывает, она давит. Но в случае Абдул-Рашида, я думаю, это еще тот период, когда уже впереди него борется репутация. И еще не настал тот период, когда, мне кажется, есть шанс у его соперников. Вот глядя на сегодняшнюю ситуацию, я видел турнир в Италии, Снайдер там проиграл. То есть нет человека, который бы хотя бы планомерно шел, который бы дал бой Абдул-Рашиду. Нет такого человека сегодня. Я думаю, что только он сам может позволить кому-то это сделать. Но Абдул-Рашид сегодня на коне, Абдул-Рашид на ходу. Я думаю, все будет хорошо. Этот год он пройдет, дай бог победный. И я уверен, что он продолжит и дальше. Потому что недавно, кстати, смотрел интервью, где он говорил про то, что есть двукратный олипийский чемпионец, трехкратный. Я уверен, что он будет также ставить перед собой цель войти в историю как двух-трехкратный. Но пока об этом рано говорить. И пока только хочется пожелать здоровья, терпения и удачи. Да, спортивного везения. Пока в контексте трехкратного нужно говорить о тебе, Рома. Чего мы и ждем. Будем торопиться сейчас. Очень большая ответственность. Лицензионный турнир. Опять же, то, про что я сказал, что иногда мы сковываем себя лишний раз вот этой ответственностью. И то, что произошло в чемпионате мира, я думаю, в этом тоже причина. Где-то чересчур давлело ажиотаж, давлело ответственность. Очень много зрителей было, очень много болельщиков. И я думаю, это тоже отчасти сказалось. Поэтому сейчас мы ушли, можно сказать, в тихую гавань. Затишье такое. Сами видели, как нападают все. Сейчас нужно черновую работу проделать. И дай бог все будет хорошо на лицензионном. А дальше мне нужно будет еще доказать лидерство в стране. Так что пока здесь разберемся, а потом поговорим. Позволю себе сделать маленькую аналогию. В футболе сборная России перед чемпионатом мира выступила очень слабо. То есть в последний месяц перед стартом чемпионата мира она проиграла всем возможным соперникам. Все уже ее списали, а сборная потом в 1-4 вышла. Ошибиться перед Олимпийскими играми, чем потом? Конечно, горько. Конечно, больно ошибаться. Все ждут, все ждут только золотых медалей. Все люди, которые рядом со мной, мне очень много людей помогают сегодня. Я знаю, что очень много людей болеют за меня. И иногда очень тяжело проигрывать. Но есть возможность сделать выводы правильно. Есть возможность сделать работу над ошибками. И тем слаще будет потом возвращаться. Иногда, когда ты слишком много выигрываешь, у меня как получилось. Я два года вообще не проигрывал. Последний мой проигрыш был в чемпионате мира в Париже. После этого два года я два чемпионата Европы выиграл. Два чемпионата России и подобные. То есть все турниры. Поэтому, возможно, своевременно это произошла. Такая помарка, ошибка, которая позволила мне вновь вернуться в голодное состояние. Но опять же, вы сказали про футбол. Я бы не стал проводить аналоги с футболом. Все-таки российская школа борьбы, российская борьба, она избавлена только золотыми медалями. И 1-4, ну это, конечно, успех для нашего футбола. Но у нас в борьбе ценится только золото. Для нас нет серебряных медалей, бронзовых. Это, конечно, хорошо эта медаль. Но особо ценно это, когда человек завоевывает золото, приезжает домой. То есть это медаль, которая действительно соответствует нашему уровню и борьбы, и уровню нашего потенциала. И тем более соответствует уровню Романа Уласова. Ром, когда волнительный момент? Когда одеваешь микрофон или когда становишься в парус сильным соперником? Нет, это всегда можно учиться. Обороться, к сожалению, надо. Я не научился еще говорить, честно. Еще вот в стадии учебы. Хорошая учеба. Только взгляд должен быть. Постанавливать, когда я понимаю, свежий. Нет, не свежий, наоборот такой, знаешь. Такой образ какой-то должен быть. Все, понял. Готов? Готов? О! И последнее, если можно, я обрызну. Сидит, я лицо вам попаду. Глаза, открывай. Вы просто все помылись? Зря.